Здравствуйте! Да, делаем из пропаренного риса сегодня плов. Рассмотрим этот вариант, потому что на самом деле он хорош. Этот рис пропаренный длиннозерный янтарь, производства Мистраль. Мои комплименты этой фирме, потому что он великолепен. Никакого постороннего запаха нет и результат будет великолепный. Давайте двигаемся постепенно. Морковку я уже много раз показывал как резать, покажу чуть-чуть покажу еще раз. Вот так вот на пластины толщиной 4-5 миллиметров. Затем по-разному можно вот так наискосок на брусочки, а можно вот так пополам, так чтобы длина этих морковных брусочков была ну 5-6 сантиметров. Нож должен быть обязательно острым, тогда это делается легко. Вот этот килограмм моркови я за 15 минут нарезал. Итак, пропаренный длиннозерный рис. Никакого постороннего запаха, он здорово выглядит. Я его залью чистой водой сразу, пусть он ее впитает чистую, а потом уже позже поставлю под проточную воду. Это зигирное масло, а именно льняное, а не рафинированное. Примерно 150 миллилитров. Огонь максимально, мне его надо прокалить. Вот когда пошел такой сизый дымок, убавляю огонь до среднего и минут восемь прокаливаю это масло. Очищаю луковицу для плова и режу ее полукольцами, а несколько внешних одежек справляю сюда в это прокаливаемое масло. Опять даю максимальный нагрев и жарю лук, пока не почернеет. Потом удалю и влюбленки. Вот это великолепная баранья лопатка, около килограмма в ней весу. Режу некрупными кусочками, размером в пару грецких орехов каждый кусочек. Удаляю лук, добавляю подсолнечное масло, ну где-то 130-150 миллилитров. Я добавил 130, потому что риса 900 граммов, а не килограмм. Отправляю луковицу, нарезанную полукольцами. Огонь максимальный, пусть она обжаривается. Если бы я мясо хотел получить в плове крупными кусками и нарезал бы, соответственно, крупно, я бы начал с обжаривания мяса. Потом бы добавил лук. Если кусочки не крупные, как сейчас, я обжариваю лук. Вот он уже зазолотился. Отправляю мясо. Вот это шикарная косточка, тут одна косточка. Это для обладателей премиальных аккаунтов. Но премиальный аккаунт только у меня. Итак, отправил все мясо. Огонь, конечно, максимальный. Ну, минуты через две-три помешаю. И вот так, периодически помешивая, буду обжаривать это мясо минут двадцать пять. Ну, минут через десять перейду с максимального огня на средний. Ну, или между средним и максимальным. Ну, сам пока чем-то занимаюсь. Например, там делаю белый салат, который я всегда, практически всегда делаю куклу. Вот моя фишка. Пол чайной ложки аджики. Аджика очень острая, но она еще и очень ароматная. Зира сюда. Итак, аджика острая и зирвак, который будет в казане минут через 15-20, будет очень острым. Но после того, как будет добавлен рис и готов плов, то плов не будет очень острым. Он будет просто с небольшой остринкой. Пикантно и хорошо. Но вам решать, попробовать так или нет. Во всяком случае, летом сделайте аджику. Очень рекомендую. Ну, белый салат делаю-делаю на основе кисломолочного какого-либо продукта. В данный момент это у меня мацони. Ну, это может быть йогурт густой. Это может быть даже кефир в смеси с мягким творогом. Ну, рецепт этого белого салата в плейлисте салаты. Вот у нас мясо обжарилось предварительно, вот стало симпатичным. Двигаемся дальше. Максимально опять огонь даю. Пошла морковь. Здесь ее почти килограмм. Солю. И накрою крышкой для того, чтобы ускорить процесс. Минуты через 3-4 я сниму крышку и морковь станет уже наполовину готовой. Еще минуты 3-4, может быть, без крышки вот так вот продолжаю работу. Жидкость становится меньше. Но она там еще есть. Морковь уже стала мягкой. Видите, она провисает под собственной тяжестью. Наливаю чистую воду комнатной температуры. Ну, традиционно. Две головки чеснока. Только внешняя шелуха снята. И перчик чили. Еще немножко воды. Ну, а так нормально. Рис уже набух, видите. Отправляю его под проточную воду небольшой струйкой. Зирвак закипел и на небольшом огне держу его минут 20. А рис откинул на дуршлаг. Еще, кстати, поджарил, обжарил. Зерна кунжута на сухой сковороде. На самом деле, в моем плове не обязательно применение вот этого перчика чили и чеснока, потому что там есть аджика. Но это как бы на алтарь визуализации, чтобы плов хорошо выглядел при подаче. Пробую на соль. Зирвак слабо соленый. Обязательно надо посолить, чтобы он был круто посолен. Максимальный огонь. Еще кипяченая вода есть у меня в чайнике. Запускаю рис. Аккуратненько разравниваю. Ну вот этот зирвак, это масло горячее, оно поднимается и обволакивает каждую рисинку. И рис впитывает в себя вкус зирвака, мяса. Становится очень вкусным. Добавил еще зиры. Все постепенно закипает и добавляю еще воду. Ну, немного я воды добавил, ну буквально вот, наверное, миллиметра три, не больше. Центрую. Центровкой добиваюсь равномерного кипения по всей поверхности. Вода постепенно уходит. Огонь максимальный. Попробовав на соль, досаливаю еще. Сейчас еще можно, потому что влаги довольно много. Возвращаю чеснок. Перчик чили чуть позже. Еще раз проверяю на соль. Все в порядке. Вода постепенно уходит с поверхности и минут через четыре проверяю, сколько я там вот так вот выкопал лунку. Воды еще много. Ну, пусть выкипает постепенно. Ну, минут через три еще раз гляжу. Ну, воды уже немного. Ну, еще минуты две, наверное. Ну, минут через две проверяю вот так более кардинально. И воды уже нет, она частично выкипела, частично впиталась рельсом. Еще зиру. Возвращаю на место перчик. Огонь уже убавил до малого, чуть выше минимального. Накрываю крышкой и держу 25 минут вот так вот, не выключая огонь. Да, кстати, подпишитесь, если нравится. А, кстати, если не нравится, тоже подпишитесь. 25 минут держал. Потом выключил нагрев и минут через пять подаю. Плов получился очень вкусный. Никакого постороннего привкуса, вкуса. Это говорит о том, что сама технология пропаривания не имеет каких-то встроенных в нее дефектов, так сказать. То есть, изначально все зависит от риса. Если рис был хороший, как сейчас, будет вкусно и здорово. Если рис был изначально сомнительный, так себе, то так и получится в конце. Пропаривание еще в плове приводит к такому результату, что рис всегда рассыпчатый. Что касается мягкости, он тверже, этот рис, даже в готовом плове, чем кубанский. Но это дело вкуса. Потому что самый мягкий рис в рисовой каше. Еще одна моя фишка. Обжаренный кунжут. Ну вот, решил вот так сделать и так подать. Плов вкусный. Ну, даже очень. Всем приятного аппетита. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...